здравствуйте и приготовьтесь к взрыву экстремизму жуткого и лютого на канале сотник ибо мой сегодняшний собеседник трижды а то и миллион раз проклятый кремлем ахмед закаев ахмед здравствуйте 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 поскольку вы находитесь в лондоне очень интересно было бы услышать от вас комментарии по поводу brexit по поводу референдума который недавно прошел в британии по поводу отделения выхода из ес на ваш взгляд чем вся эта история может продолжиться какое она окажет влияние на британию на европу ну и на россию если на нее вообще можно оказать какое-то влияние я думаю вы совершенно правы не будем откликаться на россию и я не думаю что какие-то политические процессы в европе или же в великобритании каким-то образом могут сказаться на российскую действительность это как бы отдельная тема относительно того что произошло несколько дней назад должен сказать это была полная неожиданность в том числе и для меня то что именно вот такие будут итоги этого референдума потому что вы знаете в принципе все кто наблюдал за эти за ситуации были больше чем уверены что будет результат наоборот обратно да что все проголосуют что большинство проголосует за то чтобы сохранить и остаться европейском союзе но как говорится жизнь полна неожиданностями тем более когда эти вопросы касаются по когда эти вопросы политические вопросы напрямую задевают какие-то социальные вопросы тут все мы human being я и в первую очередь думаем о том что это лично кому-то может принести какую-то выгоду в плане материально то есть увеличат пенсии зарплаты и прочее прочее то же самое произошло и сегодня великобритании на самом деле великобритания это очень таки довольно таки самодостаточная страна вы знаете что после вот такого эмоционального как это что это почему это почему потом начинаешь как бы рассуждать ничего страшного принципе не произошло и я не думаю что вот после вот этих эмоциональных всплесков которые уже как бы пошли на спад что-то такое катастрофическое произойдет или с европейским союзом или с великобританией да единственным проблема мне кажется нужно будут правительству великобритании приложить максимально максимально дипломатические усилия для того чтобы каким-то образом убедить шотландию и ирландию не провоцировать или не назначать референдум о выходе из юнайтед кингдом вот это будет задача но и она мне кажется абсолютно разрешима и те посылы которые делает шотландское правительство что европейский союз может их поддержать в этом вопросе думаю это не совсем верно европейский союз никогда не будет способствовать тому чтобы развалить великобританию расколоть эту страну независимо от того входит великобритании европейский союз или нет любом случае влияние великобритании на европу и отношение великобритании с европейскими странами с частности даже с европейским союзом они никуда не денутся они останутся может быть они приобретут какую-то немного более выгодную форму для самой великобритании и в то же время не нанесет какого-то особенного ущерба Европейскому Союзу. То есть, то, что сегодня уже сформировалось и существует, в принципе, я имею в виду Европейский Союз на течение стольких лет, оно никуда не денется. И самое главное, с выходом из Европейского Союза Великобритания не нанесла никакого урона Шенгену. То есть, Шенгенская зона, Шенгенские соглашения, они остаются в силе, потому что Великобритания в этом процессе не участвовала. Силовой блок в плане блок безопасности он тоже никуда не делся. НАТО останется и осталось, и оно сохранится, оно будет дальше укрепляться, и никаким образом выход Великобритании из Европейского Союза не скажется на этот блок тоже. И поэтому, в принципе, каких-то катастрофических изменений не будет, которые могли бы иметь плохие или негативные, очень негативные последствия для Европейского Союза и для самой Великобритании. Тем более, что вот я вчера, позавчера читал, что там есть какие-то процедурные вопросы, которые нужно пройти. Это еще будет идти два года. Еще неизвестно, как это все сложится. Тем более, я прочитал, что у королевы есть вроде бы право вета на результаты этого референдума в связи с тем, что это может наносить или нанести ущерб национальным интересам. Но это еще надо подумать. Наносит это ущерб национальным интересам или нет? И я думаю, что она, прежде чем предпринять какие-то шаги, она очень хорошо подумает об этом. 400 лет Виндзоры не пользовались своим правом вета или около 400 лет, насколько мне известно. И вот буквально вчера стало известно, что представитель дома Виндзоров заявил, что они могут воспользоваться. Но тем не менее, вы утверждаете, что на Евросоюз это никак не повлияет. Не то, что у нас там пропаганда говорит, что вот Европа может теперь трещать по швам. Действительно, не будет. Нет, вы знаете, у вас там особые случаи. Да, у вас как бы, пусть у меня две коровы сдохнут, лишь бы у соседа последняя одна сдохла. Но, к счастью, этого ничего не произойдет, потому что здесь, в принципе, это очень устойчиво, взаимоустойчиво поставлены вот все эти вопросы, связанные с экономикой, с безопасностью и прочее, прочее. Поэтому, я думаю, что от этого, от результата этого референдума каким-то, как еще раз я повторяюсь, каких-то катастрофических негативных последствий не последует. Тем более, вот то, что только что вы сказали, если даже Виндзоры об этом заявили, это не значит о том, что они это сделают. Они просто напомнили и мировому сообществу, и, наверное, гражданам United Kingdom, что у них такое право есть. Но, опять-таки, оно может быть использовано исключительно в том случае, если то или другое политическое решение или какое-то вот такого рода решение противоречит или же вредят национальным интересам этой страны. Вот в этом случае только. А это только один вопрос. Это если только будет поставлено под сомнение целостность этой страны, вот это может считаться нанесением ущерба национальным интересам. Сегодня господин Медведев склонился в глубокой поклонской перед Рамзаном Кадыровым и выдвинул его в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от Единой России. Как вы полагаете, Кадырова это, скажем, его статус понижает и повышает или его как-то страхуют перед 18 сентября, когда в Чеченской Республике будут выборы президента, парламента и так далее? Александр, когда мы говорим о выборах, это как бы такой инструмент, инструмент, позволяющий обществу сделать свой выбор. Но это ни в коем случае не относится к России. Ни к выборам Государственной Думы, ни к выборам главы регионов или губернаторов или президента. Это абсолютно полнейшая имитация, просто даже в извращенной форме имитация выбора, потому что абсолютно все очевидно, там никаких выборов нет, там назначаются и депутаты, и губернаторы, и главы регионов, и даже президенты страны назначаются предшественниками. Поэтому процедура выборов и референдумов и вот такого плана демократические инструменты, позволяющие обществу делать свой выбор и отстаивать свои интересы, к большому сожалению, этого всего лишены российские граждане. Поэтому рассматривать серьезно то или другие популистские заявления Путина, Медведева или Рамзана Кадырова не стоит с позиции каких-то политических новшеств или инноваций или политических заявлений. Это абсолютный популизм, пытающийся прикрыть открытое пренебрежение российским обществом вот такими массовыми акциями, как они называют выборы в Думу, в регионы и прочее, прочее. Поэтому относительно персоны, о которой мы упомянули, это Рамзана Кадырова, конечно, если даже он сделает все, если это в списках он необходим для того, чтобы как бы придать этому какой-то еще легитимный характер ему и из него попытаться сделать политика такого федерального уровня, да, это может быть, но он никогда не согласится перейти из Чечни в Москву и сесть в зал заседания Государственной Думы в качестве депутата. На это он никогда не пойдет. В свое время Медведев, кстати, именно Медведев, если вы помните, перед тем, как назначит Хлопонина в Северо-Кавказский или Южно-Федеральный или Северо-Кавказский федеральный округ, Медведев сделал одно заявление, что вот будет назначен генерал, человек очень известный, с большим именем, с опытом работы на Кавказе и прочее, и к этому времени срочно дали звание генерала Рамзану Кадырову. И Рамзану было предложено перейти туда. Он тогда неоднозначно, недвусмысленно сказал, что он согласен на этот пост, если центр переведут с Пятигорска в Грозный, и если преемником по республике назначить человека, кого он назовет. Естественно, Кремль на это не мог пойти, и однозначно Рамзан Кадыров не мог и не хотел отрываться от Чечни, потому что он знает, как только он оторвется от Чечни, в первую очередь сами российские силовики и российские спецслужбы займутся решением кадыровской проблемы, то есть проекта Кадырова, который им очень ненавистен, абсолютно ненавистен, и они единственное недовольство, которое они проявляют по отношению к Путину и политике Путина, это вот проект Кадырова, который они не одобряют, который лишил их пальмы победы в Чечне. В принципе, все понимают, что никакой победы ни у тех и ни у других нет. Ни Кадыров не победил, ни силовики не победили, победил, вот они то, что Кадыров с Рамзан и Путин договорились между собой, вот этот между собой идет, к большому сожалению, это никак не отражается на взаимоотношении России и Чечни, российского государства и Чечни, и чеченского народа. То есть есть сговор между двумя, двумя даже, не знаю, их политиками трудно назвать, группировками, этими деятелями, которые, в принципе, и выстраивают вот всю эту структуру или так называемый вертикаль в России и распространяют на все российское общество. Александр, двумя словами, я не думаю, что Рамзан согласится на такое очень таки как даже назвать это предложение, не знаю, соблазнительное или очень такое увлекательное предложение Медведев. Ахмед, как вы считаете, а может ли Рамзан Кадыров стать яблоком раздора для этой вертикали? Да, в принципе, он давно таковым является, потому что все силовые силовики, основном все силовики, они просто лютой ненавистью ненавидят его, да, и, в принципе, они делали все, чтобы убедить Путина в том, что Рамзан Кадыров это не решение чеченской проблемы, а ее усугубление, потому что сегодняшняя Чечня или Кадыровская Чечня, она ни в коем образом, даже в правовом, если говорить о Чечне, о Чеченской республике Ичкере, которым руководил Джохар Дудаев Аслан Масхадов, она в то время, вы знаете, она была абсолютно интегрирована в правовую систему России, то есть, если где-то совершалось преступление или в России, или чеченцы на территории России совершали преступление и перебегали в Чечню, то российские силовые структуры делали официальный запрос о задержании и вытаче, и это работало, и работало и при Джохаре Дудаеве, и работало и при Аслане Масхадове, то, чего не работает на сегодняшний день с Рамзаном Кадыровым, это люди, которые помнят ситуацию в период правления Джохара Дудаева, Аслана Масхадова, конечно, у них есть что с чем сравнить, и они очень недовольны тем, как выстроены отношения так называемого субъекта Российской Федерации Чеченской Республики с федеральным центром, и они помнят, как были выстроены отношения независимой Чеченской Республики с Российской Федерацией, поэтому тут плюсов в пользу независимой Ичкери больше, чем на сегодняшний день с регионом, который они называют субъектом Российской Федерации. Это политики, силовики, все, кто были вовлечены вот в эти политические взаимоотношения России и Чечне, это все помнят. Ну, еще один вопрос в связи с арестом Никиты Белых, тут у нас просто бурлит информационное поле. Андрей Андреевич Пьянковский сегодня высказал такое предположение, что этот арест не более чем зачистка сомнительных лиц перед оформлением некой хунты национального спасения. Ваше мнение, насколько сплочена вертикаль сегодня, насколько сплочен Кремль и может ли углубляющийся, усугубляющийся кризис расколоть эту самую вертикаль, убрав Путина и выдвинув какие-то новые фигуры наверх? Я думаю, что этот процесс начался не с ареста Никиты Белых, а с убийства Бориса Немцова. Да, силовики, которые наблюдали за тем, что идет охота за Борисом Немцовым, они позволили убить Бориса Немцова, и в то же время они хотели решить проблему с Рамзаном Кадыровым, и они были уверены, что в этом случае Путин займет их сторону, когда они доказывают, что напрямую вот это преступление, следы ведут Кадырову, что Путин будет не в состоянии защитить его. И вот для этой цели было допущено убийство Бориса Немцова. В принципе, с этого периода, когда Золотов все-таки отстоял Рамзана Кадырова в этой ситуации, конечно, вся остальная часть, которые были против и Рамзана Кадырова, и против политики Путина по отношению к Чечне, и не только по отношению к Чечне, но и даже в вопросах внешней политики, когда очень многие стали невыездными, и очень многие рискуют потерять миллиардные состояния, которые находятся на Западе, они не готовы так рисковать с Путиным, и поэтому вот с этого времени выстраивается какая-то структура, которая может любовно или по-мирному предложить Путину уйти в отставку, или же решать этот вопрос какими-то оперативными мероприятиями, и в этом случае, конечно, под колпаком в первую очередь находится и Рамзан Кадыров, и, конечно, чтобы зачистить вот эту, вот в этой ситуации зачистить ту либеральную оппозицию, которая имеется в России, если она таковая есть, хотя никаких-то явных признаков сегодня нет в этом отношении, что те, которые сегодня ассоциируют себя оппозиция, они, в принципе, во многом разделяют приоритеты внешней политики Путина, приоритеты во внутренней политике Путина, и поэтому их очень сложно назвать либеральной оппозицией, но те, кто сегодня имеют реальную власть в руках, это вот та часть, которая сегодня находится у власти, они могут изменить ситуацию, и для этого такие люди, как Немцов, Белых, Пианковский, и несколько человек, которые находятся за рубежом, это Иларионов и Каспару, эти люди, конечно, им мешают, и они попытаются избавиться от этих людей, прежде чем совершить вот этот еще один государственный переворот в России. То есть, все-таки вы считаете, что некая хунта национального спасения это та самая неизбежность, которая нас ожидает? Абсолютно, потому что другого перехода или изменений в России практически, к большому сожалению, сегодня уже невозможно. Ахмед, большое вам спасибо за интервью. Итак, по мнению Ахмеда Закаева, не стоит россиянам волноваться ни за Европейский Союз, ни за Британию, они-то как раз у себя разберутся, а вот нас ждут серьезные потрясения. Смотрите Сотник ТВ. Редактор субтитров